Всем привет, с вами Дэдпи-47 и... Здорово! Трудящиеся! Знаете, походу, это моя судьба, каждый день опускаться на самое дно! Вот скажите мне, вы когда-нибудь задавались вопросом? Можете ли вы прямо сейчас просто взять билет и прямиком отправиться в ад нафиг? Из-за одного глупого комментария, написанного вами, ну, плюс-минус в 10 лет. Можете особо не мучить себя вопросами, потому... Макс, ты сейчас читаешь? Нет. Потому что спойлер, да, это реально возможно. Короче, как говорил классик, спидран по уничтожению школьницы дядя Минхо. Поехали! И прежде чем я вам сейчас расскажу, да, ну типа чей кардан в этой истории я нараспил пучу, пожалуй, нужно навалить сначала немножечко контекста. В очередную ночь прокеканного лета в комментариях в ТикТок появилась, ну, очень грустная история о том, как некого котейку раздавила шкафом, из-за чего у хозяина получилось, ну, типа, кот-лето. Ну, а потом уже в этом же чате появилось другое сообщение с информацией о том, что, ну, у другого человечка родился котенок, как бы так сказать, без дымохода, из-за чего он, ну, не мог какать и, разумеется, из-за этого котенок, так сказать, привязал корову. И да, ну, я реально сначала в это не поверил. Я очень не хотел в это верить, но реальность, как всегда, оказалась жестокая. Действительно, существует такое отклонение, ну, как минимум, у кошачек. Я надеюсь, что у других хотя бы этого нет. И, разумеется, история эта грустная, но некий дядя Минха ответил на этот комментарий, типа, а-за-за, меня сейчас разорвет от смеха нахуй. Ну, и казалось бы, ну, типа, тупая очередная шутка от какого-то, ну, блин, очередного гоблина из интернета. Нужно было просто забить фиг и идти дальше, ну, явно же не нужно было бы бомбить. Но, вы же понимаете, что, ну, черт там плавал, да? Короче, мои вот эти любимые карманные супергерои. Я не говорил, кстати, еще ничего. Я вообще не говорил. Сразу же приняли жесткое решение уничтожить шутника. Эта тема мгновенно начала очень сильно форситься в ТикТоке. И уже спустя два дня дядю Минху, ну, возненавидел весь интернет. Спустя два дня. Два! На нахуй, лежать. А получилось недурно. Реально мгновенно особо отбитые пользователи нашли... Я хочу поиграть в эту игру. Все данные этого шутника им оказалось школьницей, типа, ну вот без шуток. Маленький ребенок, которого, ну, по большей части, блин, ну, просто размешило слово анус. Инсульт же. И если бы, ну, блин, еще все ограничилось просто тупыми комментариями, я бы еще, ну, хоть как-то понял. Ибо действительно, да, скажем прямо, шуточка вот этой девочке, ну, мягко говоря, пахнет такой шизухой, ну, ебатиной бремнем. Но нет, понятно же, что как бы люди пошли дальше. В это же время, пока одни герои пробивали инфу, другие наполнили телеграм фейками про дядю Минху. И тем самым только подкидывали травишки вот в этот костер интернетной инквизиции. Люди реально подумали, что, ну, будет прикольно делать вид, как будто бы эта девочка, там, ненавидит животных, например. Эти ауты, ну, не придумали ничего. Ну, так это классика. Это классика. Типа сама девчонка, ну, сделала хуйню вообще без вопросов. Но вот эта попытка чувака доебашить, когда он сделал хуйню, это просто великолепно. Ну, знаете, сидит чел такой. Ладно, я там не знаю, я сделал хуйню. Все такие, ага, ты сделал хуйню, а раз ты делал хуйню, значит, ты еще и живодер, значит, ты еще, там, не знаю, там, допустим, блядь, ненавидишь всех на свете, особенно е... Ну, вы поняли? Ну, и, конечно же, ты педофил. Дополнительно просто докидывается. Почему бы не, собственно, как бы изначально все это началось. Типа осуждаю, понятное дело, понятное дело, что осуждаю. Но, блядь, это стандартная, нахуй, хуйня, блядь, вот этого интернета. Это самое мерзкое, что может быть в нем. Круче, чем создать такой, знаете, телеграм-канал с такими... Осуждаю, осуждаю, осуждаю. ...маньяк для животных и, ну, назвать его, например, дядя Минхо. Серьезно, куча народа создавала фейковые аккаунты этой девочки и делали видосы, типа, а я вот дядя Минхо, и я ненавижу животных. А, зацените, вот это правда я. Ну, люди байтились и такие, ебать. Привет, меня зовут Женя, я... ...животных. Котенок милкает. Мем с маленьким котенком, издающий высокий звук. ПОШЛО НА... КУЧА ШИЗОВ. Мдавенно начали делать фейковые посты, где, типа, от лица девочки извинялись и говорили, типа, блин, да, вот меня, как бы, просто мама в детстве не любила, та и папа не любил, и поэтому, как бы, я ненавижу котов. Но это писали же реальные маньяки, которые реально ради хайпа делали всякий ужас с животными. И уж, простите меня, возможно, они действительно изливали уже там свою душу, но с таким поведением вас никто никогда не полюбит. А вот, кстати говоря, из-за вашего поведения, маму вашу я люблю, это да. Я уже вижу, как ваша мамаша вот так ползёт ко мне извиняться за то, что она в своё время... Бергит, ты это видео видел? ...вас случайно уронила. Когда мне было два года, мой пьяный отец уронил меня головой вниз. Отставай, шансунг. Ты должен вспахать поле в сто тысяч гектаров. Поймите, пожалуйста, правильно. Я считаю, что оправданий для реальных вот этих вот маньяков, ну, не существует. Я не понимаю, ну как у них хватает мозгов делать такое с животными? И снимать это ещё на камеру, угорая, типа... Я друг, короче, дяди Минхо, и я сейчас отправлю котам в полёт. Блять, осуждаю нахуй, ты что, вообще долбоёб? Вообще конченные просто... Пошли вы на... Снова же, я, конечно, понимаю, что этих придут... Так же точно в своё время бросил ботёк перед тем, как за хлебом уйти. Но у меня всё равно тикая жила... Ну, либо второй вариант, ботёк с ним остался и просто хуярил их ногами. Они выросли, блять, недовольными ко всему и решили, ну, отрываться на самых слабых. Ну, а тут, как бы, ну, животные самые слабые. Ну, потому что, как бы, они самые слабые среди людей, а как бы, ну, кто? Ну, человек же, этот, высшая, нахуй, точка эволюции, блять. А значит, что? Животных можно ебашить, получается, ебать. Эээ, вот, они тебе никак не ответят. Осуждаю, конечно же. Ну, блять, я думаю, они мыслят именно с этой точки зрения. Иначе я просто объяснить не могу. Взять этих чувачков и кинуть вдаль просто. Хай летят все спокойно куда-то примерно в галактику на... Ну-ка, дайте мне, пожалуйста, адрес их родителей, я этих дебичей на авито продам. Только простите, это будет в разделе БУ и БИТЫ. Блять, я искренне не понимаю, ну, какого чёрта сейчас люди занимаются там не подбором себе университетов, да, не знаю, не подбором колледжей, а распространением фейков. Блин, чуваки, ну реально, сейчас вот как бы июнь, да, неужели вам больше заня... Акула и медведи для тебя шутка? Посмотрим, что сделает, блять, медведь против моего дробовика. Сняться нечем, ёпта, вы ауты, ну, пожалуйста, остановитесь. Ну, кстати, вообще, на самом деле, дохуя сделают, зависит от дробовика и как я стрельну. Ну, ладно, неважно. Вот единственное, что реально меня хоть как-то успокаивает, так это то, что вы, вот, мои родные братишки, вот именно те, кто меня сейчас смотрят, регулярно кидайте мне в предложку свои истории о том, как вы уже решили поступать в университет Синергия. Блядь! Сэх! Ну, а мы, пожалуй, вернёмся к тем челикам, которые, ну, распространяли фейки про живодушителей. А чё я сейчас-то осуждаю? То, что мяг-медведь меня ёпнет, если я буду, ну, неправильно в нём стрелять, тогда... Я думаю, вы понимаете, что все вот эти ауты, они только ещё больше... Ну, смотрите, вот, представим. Представим. Вот ты медведь, да, допустим? Вот ты медведь. Я, получается, вот смотрю на тебя, если я вот так буду стрелять, в голову, ты, скорее всего, помрёшь. Но, вероятнее всего, как ты рефлекторно, ты меня вот так моешь. Бам! Так что, чисто по логике, наверное, опасно даже в упор ебашить. Но, с другой стороны, если я буду издалека и просто винтовкой стрелять в голову, ты меня не заденешь. Но с дробовика, это дроби... дробаш, по-моему, или что это? Ну, неважно. Я вряд ли тебе нанесу сильный урон. Следовательно, надо как-то вот так, наверное, стрелять. То есть, вытянуть руки. Вот так вытягиваем руки. И бам, блядь. Ты себе плечо выбьешь, ебанат, и не попадёшь. Нет, смотри, если я в упор буду ебашить вот так, я тебе выбью плечо вообще без вопросов. Но, но... Я хотя бы останусь целым. Что ты выберешь? Плюс жизнь или минус плечо? Или плюс плечо, минус жизнь? Задумайся. Что поджигали анусы диванным героем. Уже реально никого не интересовало, что сама девочка пустила видосы в ТикТок, где извинялась и говорила о том, что она просто, ну, не знала, что есть такая болезнь, из-за чего подумала, что, ну, это тупая шутка, ну, поржала. Ну, реально, типа, ну, это ребёнок, его смешит слово анус, блядь. Радикулит, бишь. Эти фрики достали даже номера телефона всей её семьи и начали названивать. Но даже этого психам показалось мало. По той информации игры сейчас гуляют. Это вообще пиздец полный. Это посидеть и почки регулярно пытаются вылавливать бедную девочку на улицах или поджидать её под домом. Вы просто вдумайтесь в абсурд ситуации. Куча народа сталкериты угрожают человеку, который, блин, ещё жизнь познаёт по Винцу. Хотя, ну, справедливость ради Винца там, конечно, довольно взрослая. Кстати, супер странная хуйня. А почему именно с ней такая штука произошла? Потому что, ну, все начали и другие присоединились? Просоединились? Просто вот этот стадный инстинкт? Ну, это же максимально тупо. Ну, да, сделала хуйню. Ну, сколько таких людей в интернете было? Почему именно её это коснулось? Разведение там, и я, походу, не всё знаю. Нам просто нужно сделать дырку, тогда я смогу направить в них свою энергию и сломать проход. Говорю, вот это интернет-форс, это суперопасная вещь. Больше ни слова, дамы. Фу, это просто отвратительно. И это всё происходит с ребёнком в то время, как в сети есть куча других фриков куда хуже. То есть, вы понимаете, да, пока девочку отменяют за комментарии, где она, ну, посмеялась в интернете спокойно... Лучше бы так реальных живодёров докслили. Кстати, факт. Существует куча таких каналов, где... Есть же дохуище, типа, знаешь, анонимных живодёров. Я уверен, вот даже если встретить каких-нибудь блогеров, которые делают, ведут контент с животными, я уверен, если там порыться где-нибудь из них в истории, можно найти там дохуище компромата. Я более чем уверен. Реальный живодушитель, ну, типа, спокойно существует и палит своё хлеболее. Ну, не у всех понятное дело, понятное дело не у всех, но у кого-то 100%. Как минимум это показывает, ну, то, что уже были ситуации, когда блогеры сами палились, вот которые делают, получается, когда до животных, на, ну, своём живодёрстве, получается. Они просто палились, блядь. По своей тупости, кстати, в основном. И если вы сейчас подумаете, что, ну, это ж таких каналов ма... А на тебя есть компромат? Ну, я драчу, бывает, ночью. Сойдёт? Мало, видимо, их просто трудно найти, то нет, нифига. Вот, например, был такой канал, как Конец Барсику и Мурки. Назову это и так, потому что слово СМЕХАРТ я не хочу говорить. Бля, на самом деле, у меня прям вообще жёсткая запара, ну, когда я драчу, ну, в том плане, что я загоняю жёстко. Я открываю, короче, чат педалирования, и, ну, в общем, я, во-первых, выбираю все камеры, все камеры вырубаю, типа, отворачиваю и так далее. А почему я включаю чат педалирования? Потому что я уверен, что если вдруг сольётся, что я драчу, все нахуй начнут ржать там, типа, ха-ха, дрочат. Я поэтому смотрю в педалирование, так, вроде никто не спалил, значит, никто не заметил. Поняли? Потому что я понимаю то, что если спалюсь, надо, блядь, моментально всё будет удалять. Я поэтому, типа, ну, слежу за этой хуйнёй. Это паранойя. Ну, блядь, да! А ты живёшь, сука, что мы же... Потому что, блядь, ну, реально, сука, уже была ситуация, когда людей палили, что они просто вот так сидят в телефоне, а там фоточка, типа, раз, и всё. Я нахуй живу в мире, где миллиард камер? Я микрофон вырубаю, блядь, когда нахуй драчу. Это реально паранойя. А как без этого? Реально стрёмно. Заклеить, блядь, камеры, это ещё одна хуйня. Даже не знаю, что он сказал. А где он, серьёзно? Так я на серьёзе, блядь, я закрываю всё нахуй. У меня реально мандраж насчёт вот этого. Я когда даже, ребят, когда я даже просто вот снимаю футбол, чтобы сидеть просто в трусах, я убираю всё нахуй. Понимаете? Фрик. Бля, чуваки, вы просто, наверное, не понимаете, как это работает, это пиздец. Это реально стрёмная штука. Возможно, я, ну, слишком перебздел по этой ситуации, но вообще, ну, я реально паранойя из-за этого. И я, ну, честно говоря, продолжу это делать, потому что, ну, сука, как сейчас всё запирает информацию, ну, я ебал. Я не хочу случайно оказаться там в ситуации, когда у челов будет, не знаю, фотки мои, где сижу вот так. Нахуй мне это надо. Ну, кроме того, что я, к сожалению, не знаком с мамой создателей этого канала, но с удовольствием бы очень близко познакомился. И больше всего я офигел с того, что, несмотря на то, что в этом телеграм-канале какой-то шизоид публиковал видео, как он, ну, наказывал своих животных, назовём это так, нашлось почти 500 человек, которые остались висеть в этом телеграм-канале в надежде, что, видимо, там что-то ещё будет, даже после того, как весь контент из-за жалоб был удалён. Вы вдумайтесь, полтысячи человек ж... На что ты дрочишь? На то, что бормочет. ...внадежда, что там опять появится... Ой, блядь, это тупо ответил, блядь. По сути, теперь получается, что на всё что угодно. Короче, нахуй на женщин. ...какой-то материал. И у меня к этим людям есть только один вопрос. А зачем вы живёте? Может, там с себя начнёте? Потом уже будете о животных думать? Не? Окно всегда рядом, ребят. Идите, оно открыто. Все вот эти создания, они реально шизанутые. То есть, по-другому не скажешь. Ну, вы посмотрите на лица вот этих людей, И на это чудище тоже... Я залил его перцем. Я хочу его... ...выкинуть на улицу. Никто мне. Его... ...это как хлам. Она вся... ...которую я буду... ...и ваши жопки тоже. Это шизоидное создание очень, ну, пугающе выглядит. Начнём с того, что оно мне напоминает о моей детской травме, о заставке вот этой компании... ...вид. Да, да, да. Сто процентов... Да, блядь, чувак, реально. А закончим тем, что, ну, глядя на этих персонажей, я настолько преисполняюсь в своём понимании, что я нифига не понимаю, серьёзно, зачем, для чего, почему. Они просто у меня вызывают огромнейшее отвращение. Наш мир переполнен шизоидами. И вместо того, чтобы решать какие-то реальные проблемы, наши все вот эти защитники, как правило, тратят больше сил на издевательство над беззащитными. Чтобы вы понимали, мне просто всю предложку размобили ссылками на разные каналы, так скажем, маньяки. Да, вот таких мрак, ну и реально куча. Но вместо борьбы с ними, вот эти все хакеры выбрали себе в цели маленькую девочку и тратят на неё своё время. По сути, ну они же просто выбрали себе слабую цель и, прикрываясь своими вот этими великими мотивами, удовлетворяют свои низменные желания. Короче, это не герои. Это козлы самые обычные. Да, блядь. И, простите, но я не могу устоять, я подскажу всё-таки, да? Чтоб вы понимали, в эту тему залезли даже феминистки, выкручивая ситуацию в свою сторону. Типа, гы, а если бы она была, блин, мувладом, то ей бы всё было бы холосо, гы. Как же я, блядь, устала от того, что культура отмены в нашем обществе работает только в сторону женщин. Чего, блядь? Как будто бы наоборот, как раз-таки. Разве нет? Как раз-таки наоборот. Это просто такой бред, блядь. Во-первых, ну если они это называют отменой, то передай привет тому же Никсону, да? Вот это реально примерно настоящие отмены. Чтоб вы понимали, вот это вот... Так это не отменно, реально. Это, по сути, ситуация... Блядь, такой че... Мы в Лана, да, после ролика айтипедии уже 10 лет едят. Они ж просто вот, говорю, в случае чего, они скажут, ты, мужик, соси хуй. Все, блядь, это охуенный аргумент. Ну потому что я реально мужик, и реально засуну, ну, короче, блядь. Эти идеи не дают ему развиваться в медиа. Слово совсем, его сразу же душат. И это, пожалуй, на данный момент, ну реально первый и, пожалуй, единственный вот пример отмены человека в СНГ. Ну еще там что-то Ализагуб вроде заглох, но я не особо шарю, что там с ним происходит. В данный момент, по сути, просто все пытаются как-то, ну, вот... А Ализагуб, кстати говоря, че, в тренде до сих пор, да? Ролики делают все охуенно, да? У нее все заебись. Ребята, вот придет сейчас время, все забьют на тему Ализагуба, как это перестанет хайповать. И он будет кайфовать. Снимать видос, и все будут его любить. Кто бы мог подумать, что это произойдет? А все ж пиздели на него, говорили. Бля, Ализагуб, такая мразь, блядь. Мы этого не забудем. Енина сидела миллиард постов ебашила, говорила, блядь, вот он, конечно, вообще жестко плохой, блядь, пиздец постоянно. Только с хайп скопал, всем стало резко похуй. А потом мне рассказывают, не, мужик, ну адекватные люди все запомнят. А, блядь, адекватные люди с интернета съебутся в какой-то момент. А новые фанаты придут. Им вообще похуй, че, где, когда было. Если конфликт не хайповый, можно его даже не обсуждать. Так работает интернет. Развысится за счет бедной девочки. Все ломают их жизнь, используя ситуацию для своей пользы. Вот реально, задумайтесь, да, вот эти живодушители теперь прикрывают все свои шизоидные заскоки ее именем, типа, это не... Ну так фас, что он хуесос не забыл, особо никто, но кому какое-то дело сейчас нализа губа. В том-то и прикол. Мы эту хуйню забываем. Проходит время. Мы с вами уже, ну, забиваем хуй, а он, блядь, растет, 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 потому что новая аудитория приходит, понимаешь, брат? И в какой-то момент ты окажешься в ситуации, когда тебе подойдут и скажут, ну и чё? Он другой, он изменился, это было давно. И ты сидишь такой, блядь, он... Ладно, как бы... Блядь, ну ладно, типа, ну ладно. Мы не ищете нас, вот вы знаете, кто виноват. Диванные герои, по сути, просто себе нашли слабую жертву и теперь как бы издеваются над ней, потому что им это по кайфу, походу. И даже, блядь, стыдно это говорить, но даже Фемки выкручивает ситуацию в свою пользу для продвижения мужа-ненавистических тем. Это просто звездец. Я, на самом деле, даже не знаю, как закончить правильно это видео. Просто... Так же с Молстроем. Так, блядь, Молстроя, это вообще идеальный пример. Это вообще идеальный. Я говорю, до Рендыча вообще никто не знал, ну кроме там, допустим, ДК еще, он тоже про это говорил, что у него, помните, была ситуация с этим, с PDF-моментом. Вообще никто, блядь, не знал, не помнил, блядь, про это. Потому что все такие, не, ну бля, у него до хуя денег, он кальтик рекламирует. Все такие, да похуй, на этот катик, там есть больший пиздец. Все такие, что, где, когда, ничего не помню. Все про это, ну там говорил ДК, про это говорил постоянно тот же самый. Ну я упоминал, потому что я, в принципе, с того же времени, и, в принципе, про Молстроя застал, как бы, вот в медийном плане. Ну, когда, когда вот эта хуня произошла. Новички вообще не помнят. И вот Рендыч, слава богу, эту тему поднял. И что, все равно, даже сейчас всем похуй, всем поебать. Молстрой, в каждом, блядь, тиктоке, платит деньги, не знаю, до сих пор или платит, либо уже просто уже на инерции люди делают, потому что это вроде как набирает. Я уже сам не знаю. Пожалуйста, отстаньте от девочки. Но она, ну, глупо пошутила, да? Ну, чё вы ей жизнь ломаете? А кто из вас глупо не шутил? Вы чё, в школе ни разу не шутили так, чтобы потом не хотелось выйти в окно? Каткаринжа, нет? У меня много таких ситуаций было. Если, наверное, покопать мои старые шутки, там, периодически меня можно не то что отменить, мне можно хлеб сломать. Поэтому, ребят, пожалуйста, отстаньте от девочки. Ну, реально, в силу возраста с неё не надо ничего спрашивать. Да и в целом, чё за бред спрашивать с кого-то за комментарий в интернете. Понимаете? Да, же котейку жалко. А ребёнка вам не жалко? Вообще? Ну, типа, пофигу. Прикольно. Короче, как-то так. Огромное спасибо вам за просмотр. Отдельное спасибо бусе. О, нормально, блядь.